Доброе субботнее утро дорогие друзья! Начинаем блок прямого эфира нашего телеканала и первый гость программы на самом деле Алексей Валерьевич Журавка, человек который полетал на чем-то непонятном жужжащем, получил массу от этого удовольствия, ну и набрался жизненных сил от неба таких что ого-го теперь как минимум на месяц этой энергии должно хватить. Алексей Валерьевич приветствую! Приветствую тебя! Так ну голос мне не нравится мне хочется все-таки понять что же вот с чем проснулся Алексей Журавка что главное что интересное и что нас всех ждет кирдык этой Америки их не как говорил один замечательный актер или пока еще потрепыхаются? ты знаешь я тебе так хочу сказать кирдыка никакого Америки не будет я наблюдаю за этим всем процессом смотри коронавирус люди мрут как мухи у них там бардак друг друга убивают насилуют короче демократия в расцвете сил а система то работает система полностью управляется и продолжает разрушать другие страны да все работает деньги выделяются во всех отношениях этого смысла да вот смотри обратно украине выделили еще 2 миллиона на какие-то реформы непонятные денег на оружие выделяют деньги выделяют на то чтобы разболтать белоруссию да как говорится сунуть нож спину и так далее ну и ничего им не мешает поэтому я не сказал бы что она валится может это позже когда-то будет но пока если они валятся то успешно мы валим и понимаешь они устраивают такие вещи а мы на это ведемся мы разрушаем свои страны мы с ними гуляем балуемся знаешь считаем что но это все-таки как-никак партнер и так далее а я не вижу что они падают вот тут как раз кстати камень преткновения для многих детей учитель хороший настоящий учитель до воспитатель педагог это тот кто умеет с ними на понятном для них языке разговаривать вот у нас в университете в институте были выдающиеся профессора ученые которые там столько всего понаписывали замечательность такую пользу отечеству принесли но вот студенты их мало того что не любили презирали просто потому что эти преподаватели не умели с ними разговаривать совершенно а были серые мышки такие вот ничего не добившиеся но люди которые своим предметом могли так увлечь студента что ему было просто вот он бежал на этот предмет и просто пообщаться с этим преподавателем это было круто классно если преломить ситуацию то вот мы с западом пытаемся говорить как профессор с тупым студентом тупому студенту надо набрать полный рот говна и плеваться в своего соседа там дудочку дудеть еще что такое поняш а ему преподаватель умные вещи непонятные для этого дебила пытается в голову вбить и не умеет этого делать он просто вбивает это голову вот сергей викторович лавров наши вот политики дипломаты послы они пытаются западом разговаривать на уровне профессуры между собой а имеют дело с дебилами которые набирают говна полный рот и плюют друг в дружку понимаешь и вот вчерашняя ситуация с этими пленками лукашенко она вдруг показалось что оказывается вот и мы можем используя батьку или батька красавчик протроллил так этих самых западников ведь он фактически тоже набрал извини за выражение полный рот говна и в них к их удивлению плюнул да так плюнуло они теперь два дня будут думать а что же теперь делать салфетками обтираться или в ответ тоже еще набирать полную полный полной арты и плевать теперь уже в кого в путина в батьку они в шоке они не знают что делать с ними поступили так как они поступали все время с нами смотри сергей дело в том что надо быть объективным на любого дебила находится человек который развеют ему сомнения или убирает с него тот дебилизм который есть на то он и педагог да ну а что касается непосредственно будем говорить так пленок о которых сегодня так пишут мол это какой-то может фейк мол это москву подставили мол это еще что-то ребята а вы до конца досидели досмотрели этот сюжет нет а я допустим проанализировал эту ситуацию я не считаю что это фейк я не считаю потому что есть определенная уверенность в разговоре но не открыты какие-то определенные вещи есть же за этими пленками фамилии имена а следствие это идет возбуждены то уголовные дела в белоруссии были мышь не знаем какие агенты есть белоруссии как кгб работает мышь не знаю понимаешь одно дело фейк подсунуть и другое дело как с вами руками сделать там чистая провокация свыне кто-то недосягаемый поэтому она так и получилось а здесь увы сопровождалась и не напрасно сегодня говорят что на постсоветском пространстве сама лучше тут у них глазить работать силовики это белоруссии и россии поэтому в данный момент я не хочу там хвастаться и все остальное но давайте этот сюжет досмотрим до конца а теперь по поводу дебила дурачка и профессора чем профессор берет правдой интересом и науку читает которую не придумали о которой будем говорить сделали люди с великим стажем авторитетом большими мозгами поэтому для того что зло разрушить нужно всего лишь правду давать и не играть по их ним правилам вот и все и закончится этот дебилизм а мы заигрались мы на сегодняшний день играем их не правило нам ложку дают и сверху какашку дают как ты сказал не культурная а потом еще пытается нас заставить разжевать а потом у нас и спросят а как оно пахнет или не пахнет наш нет нам надо уже играть то как мы хотим и бить их только так они про понимают силу они понимают силу правды они понимают когда знаешь вот они тупотят там что-то европейцы пытается нам навязать взять и закинуть а у вас не такое самое творится а не хотите тогда разбирайте сами мы по-своему живем идите в баню научите жить нас вот и все хватит с ними шушкаться да вот германия поступила так обвинила в навальном да ребят ну хорошо вы так думает а мы так вызываем посла от дрючили его как полагается вручили ноту дружище если вы не понимаете по хорошему вот мы вам передаем все документы обнародую все его болячки чтобы не было никаких проблем нас такой посол не интересует вон нафиг своей страны и закрыли нафиг границу для провокаторов ребят хотите чтобы у нас был ваш посол присылайте нормального посла который ищет диалог и общается по демократически они навязывают какие трусы вешать на балконе каких цветов да как мы помним этот флешмоб радужный не понимая что за этими цветами стоит а на самом деле это красота это радуга жизни стоит она на ваш голубизм не нужен это разные вещи да нам не нужны ваши там вещи кто кого как шпили вилли делает не нужны нам нужны нормальные ценности мужчины и женщины семья дети и наша вера вы там что хотите делайте чего нам сюда приталкуете разную ерунду вот и все просто то что надо то что они нам навязывают все самое дебильное нехорошее сразу назад им отправлять они сами во в нем утопят они утопятся в нем сами вот и все алексей валерьевич ну а тем временем вот украина мы хотим не хотим но следим за ней все равно пока еще туда не вторглись орды орды до ракеты не летят по куполу не бьют верховной рады там они готовятся к выборам там такие смешные замечательные кренделя идут в депутаты и в мэры и меня днепропетровск поразил слушай но город вроде адекватных вчера еще людей у них заявным преимуществом на первом месте стоит господин филатов который обещайте все вешать будем потом они реально его избрали прошлый раз в этот раз они его собираются снова избирать это вот киев который придурка кличка выбирает второй раз и тоже рейтинг под 50 и филатов для днепропетровска что там с ними пороблено анализируя всю эту ситуацию нужно серьезно к этому относиться я этим рейтингом не верю они пишут публикуют и так далее я не верю думаю так первое народ очень сильно одурманен второе народ считает за быдло третье все так подведено что сегодня социологию достать так вовнутрь каждого невозможно поэтому протекают определенные схемы которые заряжены свыне и я общаюсь со многими с непропетровском и с киевом и общаюсь с простыми на с простыми людьми я не верю вот мое такое я тебе сразу скажу я в двенадцатом году общался с огромным количеством симферопольцев я им я никому не верил когда мне чиновники говорили там всякие регионалы твои однопартийцы что партии регионов подавляюще выиграет верховную раду все мандаты заберет я им не верил я говорил ребята я общаюсь с тысячами симферопольцев ни одного не нашел кто бы за эту банду голосовал крымских регионалов ни одного а потом выборы херак и получите виталина дзос твоя коллега по парламенту набрала сто процентов следственном изоляторе психиатрической клинике и так далее и так далее и на всех избирательных участках у нее 80 90 80 90 процентов у нас все отобрали но целых пять десятых процента люди набирали в том числе и сегодняшний глава республики крым сергей аксёнов который вроде бы как авторитетный лидер политической партии а на выборы шли и люди горели слушай но они банда они сильные а вы слабенькие не будем мы ни за аксёнова не за веселовского не за грача голосовать и вот и шли эти бабушки и дедушки и голосовали как за филатова в днепропетровске и за кличко в киеве также шли и за виталину дзос который все знали что воровка разворовала всю массандру понимаешь мы с тобой сейчас будем много рассказывать здесь определенные есть слагаем и то было раньше а это сегодня и в той ситуации который и в той которой ситуации сегодня они находятся это совсем другое понимаешь одно дело дзос как ты обришь но она хочет разговаривать может и их нельзя сравнивать кличко с дозом согласен это намного умнее человек намного вот поверь мне я что знаю намного чем кличко а другое дело зос была умнее потому что воровала она вагонами в отличие от этого лоха кличка который с отбитой башкой и убийцы филатова а как воровка она в тысячу раз была умнее да слышишь я тебе хочу сказать так могу поспорить кличко еще хуже воровит тома что киев превратил это это вот поверь мне если взять филатова то на фоне того что зос не заявляла что будет на столбе вешать только за это нельзя голосовать а он заявлял так он на сегодняшний день он стал гораздо богаче чем некоторые даже олигархи в украине чтоб ты понимал вот тебе и филатова поэтому давать сравнение разные тут надо разбираться это мы знаешь войдем полемику она никому не нужна вот это мое личное мнение сегодня присутствует шизофрения определенные схемы запугивания которые не дают правильно сегодня хотя бы плюс-минус сделать нормальную социологию чтобы понять что там происходит а вообще-то в украине дом-дур-дом сегодня происходит и над этим надо ставить точку но тут проблема не в этом мне эти выборы как и предыдущие мне глубоко на них наплевать произошел государственный переворот и я считаю ни один там человек не есть легитимный да меня волнует другая проблема что мы будем делать с этим вечно вечным геморроем которые присутствуют на украине это очень серьезная тема понимаешь и рано или поздно она шандарахнет вот посмотрим сегодня что в белоруссии происходит и как они вмешиваются сегодня не скрывая в проблематику белорусского народа да это и обозначает что эта проблема распространится и на территории россии до лавров заявил что боевики там есть украинские да и что тренирует на украине этих боевиков вот вот есть проблема и с этим надо бороться понимаешь вот это самая настоящая проблема да да но проблемы проблемами алексей валерьевич народ то себе опять выберет кого не попадя а нормальным людям доступ просто к выборам запрещен ведь отказы в регистрации я товарища титова нашего из клайпеды читаю на фейсбуке так вот он собрал все подписи положенные с гаком больше у него их половину практически отменила избирательная комиссия и все и в литовскую там литовский 7 титов не идет то есть вот просто-напросто не пускают на уровне даже регистрации кандидаты в кандидаты ты понимаешь чем фишка то есть украина литва латвия украине такое самое пожалуйста раз им даже не дают возможности на равных посоревноваться на выборах чтобы принять участие и люди сами сказали вот хотим из союз левых сил за партию шария за еще кого-то или не хотим нет они сейчас рубят слс шария всех кого угодно правильно нужно же государство сегодня враждебная по отношению к россии поэтому все методы хороши и они их будут использовать вот вот тебе и партнеры а что мы хотим на самом деле вот той записи вернусь которая вчера производит прозвучал меня самый главный такой момент идет война а что вы хотите вот там той запись так а что вы хотите среди если идет война на самом деле ну почему они с нами должны как-то о чем-то договариваться они не будут с нами договариваться среди зачем они будут с нами воевать правда это не правда куча дерьма как ты сказал на вентилятор им плевать что там судьбы человечества да им вообще наплевать сколько в россии погибнет столько в белоруссии но грызутся между собой позже грызутся но гибнут в украине ну пусть гибнут воюет ну пусть воюет а мы туда еще масло в огонь подольем и будем кричать горе горе ясно чтобы не погасло вот и все но если люди сами ведутся на это и если они этого хотят да есть руководство предыдущее назовем так при януковичи продажные вот там министры и все остальное хотели и этого но это не погрузили в тьму украину что мы хотим и теперь хочется говорить и говорить бесконечно время к сожалению ограничено рамками уже пора заканчивать спасибо тебе огромное ну и до скорой встречи я думаю что в начале следующей недели у нас будет очень много пищи не только для размышления но и для того чтобы обсудить произошедшее выходные обещают быть жаркими как и вся осень спасибо большое до встречи спасибо большое и так дорогие друзья алексей валерий журавка в прямом эфире программы на самом деле но мы ненадолго вас покинем скоро вернемся продолжим пока